Он на уровне принимает их, перепадов нет. Я с кем разговаривал, вы верите, что это не искусственно? Ну да, тут миллионы тонн земли. И что? А вывод очень простой. Вода течет там, где таяние льдов. Здесь нет гор, нет льдов. Вот что главное, нету. А начинается, где на костер ходили, вы видите, в низинку-то, когда домой шли-то. А в низинку-то начиналось прям рядом. Прямо рядом-рядом здесь. Поле тут Игорьев, на поле уже нету. И через несколько, ну, сто метров, и там уже озеро такое идет. А там, когда на дамбе, посмотри, какая глубина. Остальное у нас тут юг есть. Сапропель называется. Так, все. Зарю небесный, утешителю души истинный, И жили здесь, и вся исполняя сокровище благих. И жизни подателю приселись обны, и очистимы от всякие скреты. И спаси благословище души нашим. Господи Иисусе Христе, Сын Единородный и Безначального Отца, Ты сказал предчистыми устами своими, Без меня не можете делать ничего. Господи, верую в Твои слова. Помоги нам сие дело нами начинаемое в Тебе самом совершить. Не дай нам уклониться ни направо и ни налево от истинного понимания смысла слов в Писании. Дай нам быть не только слушателями, но и исполнителями слова. Тебе, Божья, хвала, Тебе слава, честь и поклонение Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пока я забыл, знаю, сказать, бегом нигде не бегай. Запрещай, категорически. Рана откроется, тогда не бегай, шагом иди. Если ходить не можешь, бери сестру, держи за нее потихоньку. Так, пошли. Второе, Каримфинам, восьмая глава, седьмой стих. Я напомню, что здесь обращается Павел к Каримфинам, да, приводит в пример другие церкви, которые обильно давали милостыню. И вот с седьмого стиха вот это продолжение этой речи. То есть он упомянул другие церкви, там, Македонскую и другие. И дальше, седьмой стих. А как вы изобилуете всем веру и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, то изобилуете и сею, сию добродетелью, то есть милостыню. Толкование. Сию или сею? Сию. Сию. Сию значит это. Увещается похвалами и говорит. Так как вы все прочие имеете с избытком, то и в этом деле. И не только подайте милостыню, но подайте ее и с избытком, что означает или то, чтобы они превозошли македонян, или чтобы просто были щедрее. верою, они обладают, то есть дарами веры, несомненный, словом, то есть словом мудрости, познанием, то есть познанием догматов, и всяким усердием, то есть ревностью к прочим добродетелям, и любовью вашую к нам. Ибо прежде сказал, что вы доказали титу любовь свою ко мне, ревнуя по мне. Восьмой стих. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Так это, об этот куплет запроши? Да. Абзац. Ну, надо спросить, как понимают, как употребляют в жизни. Мы не просто голову набиваем знанием. Есть такая поговорка, говорит, что ум наберется, как земной шар, а сердце, как песчинка. Итак, о каких дарах надо ревновать? С избытком. Вот конкретно. По отношению к себе. Вот это называемая экстраполяция событий и так дальше, на сегодня где-то. Вот у меня на сегодняшний день именно такой вопрос стоит. Давай. О деятельных дарах. Деятельных. То есть не о созерцательных, а о деятельных дарах. Ну, чтобы реально соблюдать стандартное спасение, что, допустим, тот, кто о своих, о домашних не печется, отрекся от веры, хуже неверного. Ну, и другие стандарты спасения, которые Господь в Слове Божьем сказал. Ну, о деятельности. Деятельные. Ну, то есть деятельность должна быть. Но тут вот конкретно он говорит. Вот здесь о конкретной одной добродетели он говорит. Дело в общем, что надо заботиться и о детях, которые подрастают. А если нету? Ну, и будут. Если ты надеешься на Бога. Почему для них заранее не заготавливаете? Вот меня упрекали. Да не упрекали, а просто как бы с удивлением. Везде гигантизм. Что такое за слово? Гигантизм. Что бы я ни делал, где бы ни был, везде начинается говорить гигантизм. А я не считаю это, потому что если ты живой, заботится о том, кто рядом. Вот меня арестовывают. Пять экземпляров архипелага ГУЛАГ. Зачем вам пять? Статья гласит для распространения. Я не могу сказать и для распространения. Ну, не буду же опять смотреть. Одной хватит. Они меня на этой статье душат. Да, я должен согласиться. Вот сегодня вы, некоторые только недавно пришли. У нас есть книга, на которую я собирал материал 40 лет. Она одна такая. 480 страниц. 480. Называется «К истинному православию». Само название говорит не «Истинное православие», а «К истинному». И вот здесь начинается, что такое Библия, отношение к ней, покаяние, семья, сон, там, избавь Господя от пьянства, на все отдельное. Там в основном это Библия говорит, святые отцы, каноны, жития святых. У меня только связующие слова где-то. Я заказываю их тысячу экземпляров. Мне зачем тысячу-то? Но когда узнали, что в этой книге, и по ней стали диссертации защищать, патриархии, мне написали из Германии. Я, может, сам не оценил еще. Сколько там всего сказано. В семейной жизни. Ты нигде этих материалов не найдешь. Рельщайшие просто. Кончилось. Я заказываю сам по себе один. Бодостовый. Три тысячи экземпляров. И три тысячи подходят к концу. И сейчас готовим уже новые, появились материалы, к ней приложить. Новые. Не были и воины Санерского, окрещения и другие. То есть она будет больше, чем в два раза толще даже. Те, которые вот были, 480 страниц. Ну, там фотографии есть. Я не мог два посылать человеку. Это Елена уже тут так просит. Да у нас люди обратились. Там оно затрагивает буквально всех. Слова прожигающие. Зачем мне столько? Я не воспользовался тем, что я издаю ни грамма. Это любой знает где-то. Тысячи и три тысячи. Сейчас речь идет об издании, переиздании пять тысяч. Я захватил с собой примерно 17 пакетов. А пакеты, они завязаны на типографии. Восемь. Нет, я привез сюда их. Привез до тех, которые уезжают. Объявил. Никто пальцем не пошевелил. У вас что, все время бездетность будет? Ценность, что ты приведешь к Богу. Вот я и дети моих, которых дал мне Господь. Мне пишут чуть не каждый день. Мы считали, натолкнулись на вас, мы всей семьей считаем вас духовным отцом. У меня столько этих свидетельств, что это невозможно. Не у Папы Римского никого, наверное, нет, которые искренне уверовали. Как пишет доктор богословия Павел Бочков, через мой труд пришли тысячи людей в православие. вы куда их денете, когда в другом обвиняете? Почему никто не просит? Я привез материал. Дальше, Новый Завет вот этот. Последние примерно уже два года мы отдельно никому не выставляем, только полным комплектом. А сегодня можно взять, можно взять и не один экземпляр. Я привез, они стоят около холодильника, никто не спрашивает. Не хотел бы я бесплодным трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, с ног по день в руках нести. А то что вам нужно куда-то деть? Вам деньги нужны? спрашивают. Да, деньги нужны. Будет переиздание. Игнатий Тихонович, я в мае выписала на 75 тысяч книг. Сейчас переведу. А, Марина Якимовна, она в мае еще на 75 тысяч выписала книг. Уже. Ну вот вы... Здесь люди приехали, которые уже все имеют. Мне нужно... Главный доступ... Вчера Ирина послала мне слово, говорит, этого не было два месяца уже как... И ни одного запроса нет. У нас в основном, когда полный комплект выходит, он 51 тысяча, и мы восполнили на издание. Следующая расходится, а это последняя. Я, видимо, уже больше переиздавать не буду. Хотя для слова Божия не туз, а это ключ ко всем книгам. Она из документов состоит. еще раз объявляя материалы эти, я зовет сюда. Приходите, берите. Скажет, денег нет, потом вышлешь. Ты вложи в свое положение, вот она стоит, 1100, 8 штук, 8800, пачка. Для человека, работящего, 8800, это не вопрос. А когда их 10, это уже дальше пойдет. А сколько это будет? Сколько будет, не будет, надо брать. Мы в Можайске сдавали, только за подвоз заплатили больше 200 тысяч. У меня ничего вообще нет. Минимальная пенсия бомжа. Мне не давали работать, мне есть охрана. Минимум. Так вот, сейчас просчитали, и в этом себя покажите. Покажите, в преизбытке, чтобы было. А у вас в преизбытке? У меня в преизбытке. Это я любому покажу. Контейнер там один стоит наполненный где-то. А какое завещание? Кому-то подарим, кому-то что-то. А дальше сами смотрите. Вот я как смотрю на то, что он здесь говорит. Я вот, потому что проходим. Преизбыточествуйте тем, что люди знали. Тут они будут рядом, а они с голоду не умрут. Вот приезжают. А мне можно достать? Можно. Тебе обратятся? Можно. А у тебя ничего и нет. Поэтому имейте с избытком. К истину православия и толкователь, полный на весь Новый Завет. Мы его переиздали. Переиздали. Прямо совсем недавно. Мы сильно молились, просили. И проповеди в стихах тоже практически уже скоро изданы будут. Десять экземпляров мы получаем. Так. Все. Второе. Коринфянам 8.8. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Попованием. То есть не принуждая вас и не делая вам насилия. То есть для того хвалю македонян, чтобы через их усердие показать вашу любовь к бедным святым более достохвальной и более блистательной. Кто-то помогал. Как? Голод. Голодомор. В Иерусалиме. И Павел собирает. Допустим, я хитростью брал. Так сказал все, чтобы деньги дали. Но воспользовался ли я этим? Дальше он. Оправдываясь. Или перед вами только оправдываясь. Я не перед Богом, раз я это все говорю. А я хочу быть соучастником. Ну что спрашивать, когда здесь работы, допустим, нет. У другого где-то есть. Но все равно помогают. Но мы уже нацелены ну сейчас, чтобы выкупить та книга, которая была, 30% доплатили. Ну там 500 экземпляров всего будет. А дальше, больше миллиона платить надо сейчас, чтобы выкупить книги наши. Миллиона! А там мы заплатили что-то 6, что ли, миллионов. Это не просто так. Это уже все позади. Одна душа придет к Богу через это творение святых отцов с комментариями, оправдается все. Твоя жизнь может быть. Поэтому более активно смотрите на то, что мы делаем. Все с избытком. Не только сейчас. А кто-то обратится, а я иметь книги нет. Я ему дал, или там купил он, а одну отдал, теперь сидит. Нет. Если у тебя ревность, ты не отдашь никак. Люби ближних, как самого себя, но не так, что его люби больше себя. Такой заповеди нет. Три человека на земле, которые говорили, лучше меня, отлучи Господи, но их нет. Говорили сами, не знаешь что. Вопрос. Молчать. Кто это говорил такое? Лучше меня, историю из книги жизни, но дай. Давай. Апостол Павел. Как он говорил? Павел говорит. Апостол Павел. Так. Где он говорил это? О ком? О евреях. О евреях. Так. Еще кто говорил? Моиосей. Моиосей. Как он сказал? Кому? Почему? Двойка. Дальше. Говорите, кто знает? Серафима Русский. Да. А о ком он сказал так? О русском народе. Серафима Русского народа. И о священниках. О священниках. освещение потому что говорили не знаю чего говорят как-то и запиши а меня который прожил духи святом и в ад отправь то есть ты руку положи на огонь сюда не надо ложить хотя бы один палец и ты узнаешь стоит ли это говорить никто из говорящих ничего не испытали но ревность показали показали но мы это берем на повторять не смей такой лучшим пусть он обратиться пусть его грехи на мне будут ян богослов такое такие слова сказал своему духовному щаду которого оставил такой перспективный был и когда вернулся говорит ну как то мой то это там кто павел или кто-то а нету его как нет ну он ушел докажу ушел очень стыдно говорить он разбойников узнал и к нему шел потому что от города не просто разбойник атаман разбойников людей убивают а где да вот там его бедили отсюда там-то под барнаулом и он туда старец поволок все и на кроссе на него откуда увидал его разбойник-то атаман то да как рванул бежать он кричит чадо моё стой я грехи твои знают положи на меня господи его грехи а ты освободишь он не знает что говорил но показал ревность господь обратил мы даже реально представлять картину эту его грехи на меня да где то есть что возложить то согрешил того и погублю господь говорит мы должны понимать они сказали это по ревности а ревность бывает не по рассуждению а рассуждение то было бы нам все по-другому смотри сколько мы извлекаем из этого стиха каждый для себя для будущего я посмотрю и до дома дойду дадите нет а то дай мне мне тоже дай продаю я вот такое жду всплеска а ничего нету девятый стих я же не случайно столько привез сюда потому что мы готовим это издание пока еще только контуры но уже вырисовывается вячеслав вам сказал что многие уже заказали дом уже лежат вот которая приедет все вот который был второе издание который мы пользуемся другого нету мне надо через них получить я 17 пачек привез пащик каждая пальчик восемь штук 8 8 800 один экземпляр проповедь в стихах 8 800 спрашиваю десятину можно давать можно если десятину больше у вас нельзя там торговля вы можете но модели эту десятину взятые книги подарить священникам книги никуда то есть на пути именно на десятину купить чтобы они двинулись вперед что имея последователь они могли бы дать люди приходят с провинции откуда-то из тайги приезжают севера и он бы раз ему книгу тогда вот читать все и можно ли 10 вот зачем храмов это только в том в только в тот храм который вы ходите там если торговли нету торговля есть нельзя десятину давать это не годится книгу можно книга можно можно вот куда ходите тому священник на десятину вы купили книги а спрашивают вот допустим она листин удаст у него много книг она может по храмам священникам раздать книги книги которые на десятину купили но им так и сказать скажи это я на десятину и тут очень и очень много я скажу что аналога подобной книги не было еще открытым оком никому не угождая это невозможно настоящее время это головой своей надо пожертвовать я много мог бы не говорить но в книгах я отвечу вот допустим потерял был до этого митрополит смоленский калининградский так и он отвечает на вопросы корреспондента я в книге помещаю вопрос его ответ и показывают как надо дальше старообрядческий митрополит адриан его беру козлов там он такой знатные этот ломоносов университет преподает так юрасов амроси его также беру его книга и показываю все одинаково отвечает примерно 8 9 процентов правильно 91 неправильно и притом не то что я не люблю их или что-то я доказываю где он неправильно говорить по словам вопреки слова божие говорить а что надо делать открывать не бояться никого но там россии урасов он такой простой был я в глаза обличал не знаю как и он все равно приезжал сюда теперь уже дело прошлое просто говорю что как как надо вот он один раз уехал и 7 лет не приезжал я говорю почему 7 лет долго не было а он алтайский здесь не до родился он говорит меня 7 лет хватило то что сказали вот так понимаете вот на все когда посмотришь но самое главное это не говорят и только сны рассказывает бабка какая-то сказала зачем тебе это когда библия открытая ты посмотри что тут сокровище такое но теперь это покажи в реальности я показываю как с избытком чтобы это было чтобы я накормил не 10 20 человек а где 10 тысяч я про одного считал и он милостивый и он перед монастырем сядет и сидит забыл меня господь отверг почти никого и нету как никого нету на всего только 300 человек вчера пришло накормил 300 человек он считал это совсем мало а сколько по три тысячи с лишним каждый день пенсии не было были люди которые калеки и везде он всех подбирал и он святой вот нужно научиться так хотя меня обвиняют в этом по гигантизме но у меня по-другому никогда не было если я узнал это хорошее я буду со всех сторон добывать его чтобы люди это имели доходят не для себя живи вот я тебе говорю я хвалюсь господа моим павел собрал деньги там поезд вот он привез мед и я взял сразу у него 35 банок по три литра а почему накопил деньги и как раз момент был когда я не нуждаюсь все и ни одной банки я себе не взял я хвалюсь моим господом это благодать божия и 35 человек болящие бабушки там все получили там столько радости было она вам лекарственный мед и простой мед чистейший ну ты услышал это дело скажи а я не 35 а 36 банок куплю сразу попятился так если по серьезному так ты умножить можешь не на на одну банку а больше и сколько бабушек которые больные у нас во всем просматривается что в нас нуждаются люди поехали 9 стих ибо вы знаете благодать господа нашего иисуса христа что он будучи богат обнищал ради вас дабы вы обогатились его нищетою толкование то есть подумайте и размышлите о великом таинстве и ничего не пощадите ибо говорит если не веришь что нищета производит богатство то вспомни о своем владыке и не будешь больше сомневаться ибо если бы он не обнищал то есть не принял падшую и бесчестную плоть и не претерпел всякое иное бесславие и при том для нас недостойных врагов своих то и мы не сделались бы богатыми а каком же богатстве говорит о благочестии об очищении об освящении и о прочих благах которые он дал и дает он никуда павел я пришел ничего не знающим кроме иисуса христа кто такой притом распятого то есть еще ты еще раз ниже даже себя не мог защитить и враги говорили всегда и павел я пришел у вас он дух гиганта мыслитель всемирный пилософ ученый и говорит решил ничего не знать кроме христа вот поставь себе это попробуй вычлени из себя все что тебе не нужно и а где днем какие знакомства были когда ехал где вот что польза нам из этих книг поэзии прозы потом я стихотворение стакана считающие от них не извлекает пользы и там как беседовали и там я потихоньку спросил библиотекар что то она говорит библия была но пришел местный князь сепар секретарь горкома и и взял не записал и не вернул два срока может быть признал христа за бога я библию подарил и потом как она ночью девчонка звонила и как осталось сестрой моей понимаете как поезде ехали душа обратилась а свидетельство должна постепенно слажу четыре человека сладят из молдавии а едут на заработки шабашка я говорю у нас еще ничего нету ну что что ничего нету так мы будем знать будем работать я кое-как обратно вагон затолкал оскар зазомбировал а тут свои родственники все перед богом особенно хорошо надо бороться самим собою определенное время вставать минимум на себя тратить как можно больше выделить для господа для нуждающихся как у тебя все по-другому будет и это когда войдет в жизнь тебе уже ты не ты понимаешь ничего особенного тут нету нету ну много денег тратится на мясо дорогое мясо я у 60 лет примерно в рот не беру ну можно обойтись там без пива без вина можно опять ничего нету и так сам себя везде так проверь и посмотри считаешь теперь что у тебя за квартиры сколько как пускайте ли на квартиру кого сколько берете у меня всегда для бог давал на квартиры много как правило девчонки были у меня племянница жила и она там знакомы студентки они приходили я ходили пачки обдирал а как очень просто у меня на питание уходило 11 рублей в месяц 980 или 11 а работаю бетонные тачки на второй этаж катать силенка была а теперь эти девочки так вам сколько надо они посмотрели какой-то договорились вместе 25 рублей кладем на месяц это моя хозяйка она тоже столько положено хорошо месяц закончился то я везде там прижимала осталось от десяти минут отложили да еще и от питания отложилось мы опять туда и у нас очень быстро растет и тогда начинают вот я разговариваю некоторые не знают может быть кто у нас александр долгов смотрите руку поднимают александр долгов и у меня знакомый был александр долгов и вдруг он исчез поехал на заработки золотые прииски севера это там огромные деньги идут пять лет не было когда через пять лет вернулся у нас еще общины не было ну а уже мы сгруппировались занятия отдельно ведем опять идем сверка патриархийные проходит какое-то время 5 лет он и явился саша где был на севере там деньги хорошие платят а работает катапеллар называется американский трактор я правильно говорю нет название его так напрягитесь чтобы не зажмуриваетесь я говорю мы с ворами дело не имеем господь как вы меня отправили десятину не платил нет а зачем ты нужен а я заплачу а сколько я не знаю садись подсчитывайте а трудовая есть сколько ты получал каждый месяц за 5 лет он посчитал цифра хорошая вы готов меня на книжке ровно столько а ты можешь отдать на мою могу его главное быть здесь давай он снимает книжку приносит теперь деньги никто не видит пошли северо-западная 144 отделенные баптисты а они барнаульские знают людей отдают в латвии подземный где-то казематах печатают новые заветы в советское время играть вертолетами разыскивали я говорю отдашь сразу прислите до копейки отдали а теперь пишут продажи не подлежит распространяется безвозмездно саша за твой счет богу слава понятно и в любом месте так павел говорит ну допустим я брал хитростью но воспользоваться ли чем и теперь скажи сколько за твой счет евангелие раздали теперь подведи черту а я не знаю где пища то мы не знали но послали нашли людей так вы отдали еретикам евангелий нет еретиков она чистая бестолкование нам могут это звание дать потому что потолкование а у них просто новый завет как идет и вот сегодня сегодня есть люди которые страдают у которых ничего нету ну поищите это поприще вот мы нашли через книги через ресурсы наши люди приходят вот эта неделя на меня обрушилась ну я не знаю сколько лет десять назад которые были креветки все подняли и там аврора венера подписывается все против меня кора я не смотрю даже только чакать я гляну там целая лента идет когда какие кто-то ролики на меня и заваляя ролика против меня примерно 250 интернете но мне нисколько не мешают у меня хороший аппетит и отличный сон и все еще не умираю вот так возьми для себя и оставь след не просто наследить в этой жизни это след настоящий да здесь человек через брелом ломился здесь он прошел по таким отрогом его ни один зверь не трону ну переведи на природные условия и ты скажешь и место для подвига есть ведь и даже подвигом называть не будешь вот которые купаетесь там было 40 50 сантиметров самая большая глубина а сегодня два с половиной метра а сколько работы переделала там на дороге вот это сами делали пришлось деревне ни копейки не заплатила деньги доставал я то несколько миллионов зарыли в землю а сегодня можно ездить ты найди поприще свое если скажешь господи окажется для меня еще что-то осталось все еще не переделанное бывает так я приехали ему с женой погибли священник удар такой силы был что она вылетела через стекло переднее и сразу попала под грузовик он то ли от печали не сильно был раненый и умер там неделя прошла дети остались где они найди узнай возьми на свой них себе дети она обеспечения сколько требуется что одеть где они кто ухаживается но и сколько людей таких и ты увидишь ты нужен без тебя многим будет труднее жизнь поехали 10 стих я даю на это совет ибо это полезно вам которые не только начали делать сие но и желали того еще с прошедшего года толкование смотри как заботиться о том чтобы не быть им в тягость совет говорит даю то есть советую они налагаю необходимости советую же для того чтобы больше было пользы вам нежели получающим убеждает их уже не ревностью других но собственным их расположением говоря вы добровольно дошли до того же не только положили начало деланию но и хотенью то есть деланию по доброй воле без всякого внешнего увещания поэтому советую вам теперь исполнить свое дело понимаете вот я говорю из биографии апостол павел неоднократно разговаривает говорит об этом шоу упала светила бог дал вузах почему это на наглядно сегодня я вдруг услышал что иранима стридонского есть одно произведение о нравственности священства что его свои стали считать предателем иудой называть он рассказал что в священстве заложено сегодня сколько я нигде не мог найти но в жардан вилле в америке нашел я узнал что есть эта книга а на руки не дали страшно считать он канонизирован и все это пишет какие они есть а какие были они такие есть не дали даже посчитать я отрывки только узнают а алфер посчитал то где-то алпеев вот так вот мы считаем сейчас это теперь когда апостол павел написал это и получили коринфяне как они смотрели друг на друга как они посмотрели на полу некоторые говорили он хитрости берет деньги выманывать это вот эта история она не прекратилась она сегодняшний день до сегодня все живут во время начала перестройки нигде не было бумаги в университете учиться в школе бумаги вообще нету и мне господь позволил установить доброе отношение с директором типа алтайских правды главная библиотека и в отходах лазить и брать что мне нужно а раз я сам переплетчик реставратор они вот такие листы я оттуда право у меня специальный станок вручную я обрезаю в станке вот такие вот переплет делаю тетради такие большие ко мне студенты с университета приходят они настоящие книги но я переплетчик реставратор два рюкзака и пошли на занятия университет в милиции помогал милиция пропищат а для думе в книге есть а это все в ночное время рано-рано утром и все это перед богом все это бесплатно и вот я из дома иду типографию там шарис в отходах потом делаю переплетаю я даю даром больницы милицию школы университеты один но был не один потому что директор он хоть там не был но он разрешил владимир георгиевич грохотов вот как бог сделал то но кому то где-то как-то что-то не понравилось они добились то разрешение закрыть чтоб типографию туда куда ссыпают все а там они их набирают когда большой такой насос он давит их в этой и птики теперь отправляют на переработку ну и кто-то нажаловался ну кого-то убирают это начать подряд всех но и меня оттуда вымели как хлам ну и больше никто не идет но и меня там нету я пошел прокурору края представитель кривого суда там губернатору и отовсюду несу ходатайство а этот директор стей до за голову схватился да берите берите тут уж я сам-то не на своей должности то я врача сидите эти штаны протираете за эти штаны он меня бы не знаю тут совет директоров ну вы знаете куда он несет бумагу то вы убейте куда как же можно запретить ну сказали всех но это террористическая операция была но вы глядите кто перед вами и я прошел когда я посчитал 3300 километров чуть подальше москвы пешком с рюкзаками 3300 чё не подходит ко второй к третьей жене по 5000 километров все равно подмажется а когда кого-то помогать так и нету и шло по глазу это все только одно только одно я приезжаю сюда соседней деревне приехали учителя и я их всех одарил этим это бог сделал это бог сделал и меня вернули туда одного а почему настойчивость я пошел собирать ходатайство и самые важные лица края ходатайство а директор говорю то тут завалили меня этим но тоже думает о себе а скажи не дам ну а дальше еще не дашь еще будет ходатайство ты все время находить такую работу которая бы привлекала людей а потом я еду в эту деревню мне двери все открыты собирает людей я проповедую и тут же сидят учителя и тут же снимки сохранились это на наше время сегодня ничего нельзя сделать ну ладно здесь так а когда на тебя на деле уже все за решеткой и там каждый день проповедовал каждый день узнал начальник тюрьмы полковник александр семёнович соломин вот говорю и сразу всплывает это он каждый раз меня вызывал и беседовать задавал вопрос умер по-христиански следователь принял троекратное полное погружение это бог делает так один следователь кгб стал священником притом не худшим священником поэтому ты маленько открою глаза вот это что есть примени его до македоняне там пример брали то ты сам стать примером ты не знаешь что делать участвуйте тем кто знает потом я и знакомые такие они каждый раз спрашивать а чем нам можно помочь чем помочь 6 меня я говорю чем данном свящает нужно то-то то-то сделать там поехать и проще у меня есть такие люди почему вот это заставляет один сидит однажды в житиях святых есть и сидит голый зажался ничего нету на нем а евангелие есть большой прижал а кто тебя раздел она меня раздела на евангелие показал когда просили последний горит ничего не было я снял одежду отдал а потом пришлось евангелие отдать дальше перевезли его я жизнь я насчитал 12 томов понимаешь тогда не печатали а на этом я в том студии создал одной кнопкой 10 магнитофонов работает остановить то скорость 4,7 сантиметра слушать а прогоняет две дорожки в одном со скоростью 19 сантиметров у меня все гудело до эстонии до владивостока даже дал не алжира каждого с аргентины доходили материалы и сколько там было всего я могу полное житие это 40 катушек 40 каждая катушка 8 часов 20 минут это ни один не знал четыре дорожки на все каталоги как легко найти они сейчас оцифрованы и находятся у меня в интернете недавно один вот я бы так жить я послушал ему раз все счеты скидешь когда не знаешь только ко мне в гости приходить то есть какой бы ты не был талантов я не считаю себе но люди уже имеют это златоуста насчитал 62 пленки катушки каждая дорожка два часа пять минут данные так и 4 дорожки 8 часов 20 минут библию сколько считать библии этих сколько насчитано было добротолюбия 5 томов григория диченко 4 книги там по 800 почти страниц почему никто этим не занимался я только часть беру потому что все время меня как кто-то все время толкает и и уговаривает там голодные люди печатать никак нельзя а это нащупал и вдруг местный архиепископ а потом будет митрополит гидеон дакукин фамилия его и он говорит я хожу с вашими кассетами по двору гуляю за время только поста три тома прослушал а до этого ни одного не прочитал представь какие у нас не были близкие отношения и ты сегодня посмотри что ты можешь сделать еще они просто так пришел отстояла дремал и пошел даже здесь это на прополовье спят и не понимают этого а ты строго слини на это я живу последний день что я должен сделать в чем должен измениться вы же знаете сегодня говорил проповедь был человек который на меня мог смертельно обидится а не обиделась я уже по глазам видел не обиделась а то а то господь мог только сделать так на ответ по молитве хотя что именно так и все ясно было что сегодня кто говорил языком как и так все господь положил я все время размещала как к ней подойти как выскоть и господь все усмотрел и поэтому я своим еще не могу признать это не мое а ты скажи вот я ездил теперь подбей добыл потеряете а что ты получил что еще мог взять у меня книги пришли приобретайте пока не поздно поехали 11 стих а все-таки она вертится да кто это говорил наверно галилео галилея превысили что не так он осознался земель не крутится подписал спускался и сказал им все-таки она вертится совершите же теперь самое дело дабы чего усердно желали то и исполнено было по достатку толкование чтобы прекрасное дело не остановилась на одном усердии но было действительно исполнено ибо как расположение и произволение производят желание так от имения происходит дело по ступеням вывел на делах вот скажи я пришел сюда такой как за того сборки с храма я должен выйти другим другим если ничему не научился напрасно топтал дворе дома божие а вы идите дорога до рассуждайте а что еще мог сделать а вот как здесь было что как они просто так еще один стих и так у кого есть тот пусть делать дело а у кого нет тот сделал дело произволением произволением то есть по полному желанию мог делать и делать и все-таки избрал делать еще раз говорю у меня нет образования не гуманитарного не религиозно никакого у меня есть любовь к тому а которая враги они у него любви нету вашей любви нету съедающий ядовитой пустая горитка наполнена желчью сегодня мы считали об этом господь дал это теперь мы посмотрели они получат да получат доброе если буду смотреть они сейчас кидаются на книги на эти что неправильно то другое здесь существует все переводов ну то есть мизерные то есть никаких знаний нету уже не знает как укусить и вот это издаем которые они теперь на книги бросились на батюшку батюшка говорит одному главный который тут враждует скажи ты будешь таким как на меня гординате таким никогда и он таким как ты тоже не хочет быть не будет и весь ответ надо согласиться с тем что есть говорить о любви а сами рассылайте бочку яда окстись старым люди грязь и сопомнись перекрестись если господь нам это открыл ты это неси и дальше а может он не пойми семя божье она живет я считал про это в египетских пирамидах нашли там семя какое может быть пшеничное несколько тысяч лет назад пролежала создали благоприятную среду и приносило плод вот я в это верю потому что живительная сила у бога заложено везде но не надо гордость имеет это они слова то не нашу совсем но и пропускать мимо ничего нельзя даже упреки даже недовольство какое-то и ты сам посмотри а могло ли быть по-другому а как это бог осознал почему допустил все время на вы проворачиваете события а могло быть по-другому кто-то говорил я вот начал себя исследовать в какие годы господь ко мне стущался я не ответил как вспомню я в 23 года только обратился я знал что бог есть нельзя делать то другое отец говорил хочешь сынок пить пей хочешь курить кури но не воруй в карты не играю знаю башку отшибу и мы зале отец не угрожает вот такой был мы как огня этого боялись и господь видишь как направила потом отец покаялся пришел в 23 года сейчас вспоминаю как ехали ехал я форме кажется в отпуск дали мне и сидели старик со старушкой они двое я так видимо увидел что читает гизан бух немецкий песенник я к нему приспособился да вместе сидели пели по-немецки я их видела они не ведь не догадались что они совсем трезвый эти перцы все вспоминают ой 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 помилуй господи а это стук божий был тут у нас жила на повороте сейчас подальше там где-то заворачиваем на вокзал вот эти где и тут жила лида маурер маурер это стена и она по воскресеньям приходила к нам со своей книгой гизан бух песенник на немецком и мы вместе пели у нее больше никого не было там и с тобой книги не вернулись вы вместе к ней приходили так погромче все хотела к ней мы приходили и любили может быть и приходили она воскресенье приходила петь то что я могу подпевать только но главное что в ней было утешение я бы путешествие взял ее и там мы вышли на ветерана на ветеранка я выпросил библию для нее а когда она умерла а дети неверующие я их нашел и стал просить я говорю если бы я и не помог вас бы не было не газа это у нас память о маме не дали мне видите сколько воспоминаний куда не пойдешь почему двигаться надо мне понравилась проповедь патриарха кирилла без миссии это движение это движение и показал надо все время двигаться на этом не останавливается сейчас поговорили об этом какое послание павла второе корень там какая была восьмая 8 8 а давай еще соберемся да прочитаем ладом так что тебя какое настроение будет то есть и сокровища до дому донес не растерял кто мало работает много спит это плохо разбей вот этот монумент спище и легче расправиться чем со сном я знаю людей которые просто глубоко верующие но засыпают мгновенно и только поднимает руку и уже засну только разбудил с полминуты опять и поэтому надо бороться с этой плотью платежка со мной был когда умер владим владимир прокопьевич редкин здесь как кажется и нас отсадили комп директора такой вот он вид у него был но тут у нас недавно в барнауле был там такое показано и он вот так вот от скамейки там в камере то прикованные вот по ней ходит полотенцем слезы утирают на животе живут я тебя могу на сокрушу сокрушу по три недели кажется прошло ничего нету сону резал в рот еще не берет а за нами наблюдает в окошко через это а вот это чашку выпросил а теперь который попадает он подходит саду раз туда там полочка под салтой сидит как будто бы черпает а ничего этого нету я гриба водя ты хоть что-то поешь не это тесноти я сокрушу эту мамону и все а то не может быть видели у нас иногда заходят там едва дышит уже ошибка слонове не знал как сона превратился сокрушу я тебя мамона и обидел как так он переписывал столько что у него на руке вот здесь мозоль производственная травма ну что двенадцатый стих ибо если есть усердие то она принимается смотря потому кто что имеет а не потому чего не имеет толкование заметь мудрость как похвалив македониан разумея фессалоникийцев что сделали сверх сил от сих не требует ничего сверх сил если говорит имейте усердие подавайте по силам бог принимает это 13 стих и нет не требуется чтобы другим было облегчение а вам тяжесть но чтобы была равномерность толкование вы говорит не должны давать сверх сил чтобы другие проводили в жизнь в роскоши и удовольствиях а вы терпели от того нужду и скорбь господь похвалил вдовицу что подала все что имела марка 12 44 но павел не делает этого теперь отчасти потому что коринфяне были еще слабы отчасти же потому что они были богаты так что если вы подали и по силам то составилось бы большое почтенное и богатое подаяние притом апостол надеется что пример фессалоникийцев побудет коринфян к большему и потому представляет делать на их волю и в следующих словах незаметно побуждает их к тому же к нам приезжали не один раз я говорил уже об этом издатели перевода нового завета или да может даже и библии новоевродский язык это горноалтайцы ну а там булатов владимир или алексей владимирович как директор сибирской как его называть библийское общество сибирское библийское общество и он к нам приехал и говорит нужно закупать технику некоторые люди учатся в санкт-петербурге еврейский язык учат если можете помогите у нас пенсионеры одни ну мало таких есть мы сразу собрали шестизначное число он приезжает через как короткое время мы еще раз собрали он говорит вы у меня до дальнего востока вышли на первое место пожертвенности а там смотреть то не на что по всей сибири конечно это чего-то стоит и так то услышал это дело начинаю работать в этом направлении вспомни о тех которые ничего не имеют и павел все время это подчеркнут он говорит здесь него верования добродетели а если у другого больше ну надо выровнять а как выровнять ну узнать как-то они продавали имение и к ногам апостол вложили к ногам не девятину не десятину платили одессе десятин она для нас это совершенно непонятно ну как у тебя все время рассказываю как но я я его не знаю знаю что как есть нет я просто прошу у бога все в молитве у меня не было понятия десяти не вообще не слыхал но когда сказали господь заканчивает малахи там 2 3 глава ты плати десятину не отверзывая небо пролью на тебя благодать а мне 23 года но этого прикинь работаю на море перспективная должность занимаюсь высшим мореходном училище сразу добиваюсь разрешения за три курса за год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков потом у них никогда не было авто время в душе такая пустота ничего это мне не надо и когда господь коснулся этого что дальше там не делать а вот дальше это делать господь и показал отвергли самого себя с этого начни а у меня домой рвется скорее тут у братья у меня сестры я вам расскажу о боге но и так и было кто-то обратился я десяти никогда услышал ревностно я знаю если люди у нас ревностная но я не встречал чтобы такая была ревность у меня не по рассуждению я сразу решил я буду платить 9 10 тысяч заработал 900 отдает и 60 лет так прожил фанатик самый последний экстремист последней степени вот представь себе и поэтому я всегда работал на двух трех работах одновременно чтобы мне хватало 90 процентов со всего что у меня появляется вот я перед вами не имея никаких таких талантов люди как там говорят а просто ревность такая ревность это мученица сидит она со мной и ты что-то для себя избери такое и вам тяжело было я не могу сказать тяжело ну как-то вошло в это русло тоже все я так и считал что необходимо это и поэтому она куда деньги вот напечатание сам сколько насчитывал покупал магнитопоны все это дарили сколько бабушек было которые обратились я пищи делаю печь ну делает одну печь когда бывает 2 нанимаются и они делают этом 45 дней я один прихожу хозяев понимать в день от фундамента до трубы две пищи 300 процента выработка и все уходило на дело божие я иду к церкви хозяева платят я говорю мне не надо платить а вы разделите на рубли это 70 рублей у меня 72 месячный оклад был и раздайте нищим всем нуждаются попросите чтобы александр домой вернулся они не знали что я босса женицыны заботись его не хватает стороне это первое александр и второе чтобы господь услышал это сатанинская власть рухнула советский союз и бог исполнил обе моей просьбы доказать так уже я знаю горбачок в этом какую роль сыграл я не просто так знаю солженицын у меня молитва была у них может быть и не было в этом и когда случалось это вот этот переворот то весе форосе он то был я понимал все идет по струнке к тому о чем я молюсь когда молишься и ты имеешь связь с богом живая молитва от живого человека к живому богу запомни это а просто так пробормотал пошел упал уснул ты сам не слышал своей молитвы надо потолка не дошла а ты так ревност возьмись за это дело я вот молился об знание переиздание трехтомника нового завета так все молились все пусть отвечают благодарность богу а я благодарю что он услышал ответственность а моя вот брат сидит николай астахов он там заботился мажайский как отдать как чтобы не обманули такого митируно все позади уже на этой неделе примерно в пятницу мы получим проповедь в стихах четырехтомник вы его увидите я скинул кое-кому никогда видел как выглядит там есть на что посмотреть будет три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений по девять куплетов каждое стихотворение это проповедь стихотворной форме то есть это не то что уникально она единственная такого больше нигде нету у пушкина я взял два или три стихотворения все его что написал это пророк там еще что-то на все остальное потом они где татьяна шорохи платьев там всякую мура еще там нету а кто больше всего он нравился начинает спрашивать нравился нравился мне нравился расул гамзатов столько же намеков у него нацию да но сама первое то нацию на первом месте но мало жил 24 года всего симон яковлевич евреи принявшие христианство и лучший параб может быть не лучше но один из самых продуктивных переводчиков хвольсон данил абрамович еврей закончиваешь он кажется или доктору богословия был где-то в европе и переводил ветхий завет кажется киева но люди на себя находили это таланты громаднейшие были я с такими людьми знакомился от как александр бей считали как его зарубили у меня сохранились еще не опубликовано его проповеди 16 часов слушать то есть у меня материала еще не опубликованная на 200 тысячи часов и стал не несмотря на то что вышло 38 томов книг то есть тех лет а которая встречи не дошли может быть больше этого несколько раз еще я скажу что бог дает без меры то есть у бога настолько все глубоко я вот сейчас это просчитал опять вспоминаю а сегодня как я сумею сделать это ну по возрасту один может сделать у меня беда какая самая главная застрял на возрасте 30 лет примерно все время со студентами директор детского лагеря 45 лет я застрял где-то на этом я не могу понять что мне восемьдесят четыре года это о ком то говорят я оглядываюсь и о ком говорят я не никак себя не чувствую в своем возрасте сейчас работали когда лопатой там землей это подходит до поберегистого другое я уже начал работать не могу остановиться и за день день чем аковский пруд выпал там какой был прорыв там ужасно не прорыв а половина обрушилась и вода вынесла там высота ну когда потолка огромная и все это тачками тачками возили возили грину бульдозера не было но кто был у вас здесь ну-ка поднимите на симаковском кто был вот посмотрите сколько людей было вот самая ответственная работа была вот брат Олег и все закончили даже даже знаю всю работу и не верилось и как у нас обед там был как сестры все приготовили как радостно жить все разувшись едим солнышко светит а мы еще найдем работу если господь благословит немножко там на огороде а остальное займемся травами сейчас поедем мы возьмем лопаты три штыковых попутно едем там где солодка солодка в шесть раз слаще сахара и она употребляется при всех лекарствах самых горьких ну две с половиной тысячи лет почти китай пользуется и вы будете своими руками добывать мыть ее раздрежьте такими тюбиками корень бывает толстый тонкий и потеряем ко всем этим богата нынче правда нету пижмы календулы нигде не нашли а антоний то этот ну просто сказал что нужно достать бы желательно но не знаю ермолин его фамилия так кажется так хороший человек вот с вами кажется считает толпы видите люди которых мы не знали нас родила кровь христа мы не бедные поэтому нас не сроднила милостыня но так как участвовали во всем корректура новая прошла по новому все все стихотворения перемолотили я бы один даже не решился а вот благодаря тому что мы познакомились вас такое общество и типографии ну ну не больше думаю недели две мы получим может быть все можно будет брать но это уж только специалист какой главное это к истинному православию я привез это я темы заканчиваю по заботе чтобы у вас что-то было для будущего сегодня есть завтра нету и притом мы не чужим торгуем это наш труд я собирал его издавал платил и вышли на арену переездать но это может я уже замахнулся 5000 но желание такое вспоминать будете как все вопросы вопросы можно купить новый завет все надо но у вас же это есть уже отдельно нет 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 отдельно 1 том отдельно вот книгу так одну нельзя только 3 вопросов нету благодаря бога и уезжаем и а а а а и и и Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аминь! Спасибо, Христос! Спасибо, Христос! Спасибо, Христос! Спасибо, Христос! Спасибо, Христос!